Митрополия Молдовы не присоединится к румынской патриархии. Решение принято сегодня на совещании с созванным митрополитом Владимиром после получения письма нескольких священников за подписью протерея Павла Баршевского, настоятеля столичной церкви Святого Дмитрия. Баршевский отказался отвечать на вопросы нашей съемочной группы и спешно покинул митрополию, однако позже обнародовал свою позицию. После письма настоятеля Кишиневской церкви Святого Дмитрия с просьбой о присоединении Молдавской митрополии к румынскому патриархату митрополит Владимир созвал всех протеереев Кишиневской митрополии на совещание. В продолжавшихся два часа закрытых обсуждениях участвовали около 30 протеереев. После их завершения к прессе вышел епископ Сорокский Ион Машнигуцу и объявил, что относящаяся к русской православной церкви Молдавская митрополия сохраняет нынешний статус. Православная церковь Молдовы сохраняет свой нынешний статус. Есть высокопреосвященный митрополит все Молдовы Владимир, церковнослужители и народ остаются преданным православной церкви Молдовы и высокопреосвященному митрополиту Владимиру. Дискуссия о присоединении православной церкви Молдовы к румынской патриархии или другим структурам не будет. Епископ добавил, что это совещание было созвано не для ответа на письмо священника Павла Баршевского. По его словам, это была обычная встреча ипорхиального совета в расширенном формате. Между тем, на ней присутствовал и автор инициативы, настоятель столичного храма святого Дмитрия. Перед встречей с митрополитом Владимиром Павел Баршевский заявил, что символом веры должна быть одна церковь. У нас должна быть одна церковь в Республике Молдова, обязательно в составе румынской патриархии, или посмотрим, как будет дальше. Но мы этого желаем, и посмотрим, что скажут другие. После совещания Павел Баршевский спешно сел в машину и уехал, не сделав никаких заявлений. Позже на странице церкви святого Дмитрия в Facebook появилась публикация, в которой говорится, что по итогам обсуждений по предложению митрополита Владимира участники единогласно проголосовали за единство православной церкви Молдовы. Вопрос о присоединении к румынскому патриархату остается открытым. В то же время Иоанн Машнигуцу рассказал, какова будет реакция Молдавской митрополии, если какие-то священники примут решение о присоединении к Бессарабской митрополии. Приходы священнослужителей, которые присоединятся к Бессарабской митрополии, будут санкционированы канонически. Епископ Сорокский добавил, что за последние месяцы пять священников перешли из Молдавской митрополии в Бессарабскую, а с начала войны России против Украины так поступили 13 священнослужителей. После сегодняшней встречи, после того, как мы выступим с обращением, подписанным всеми участниками священники, все поймут и останутся в каноническом пространстве Православной Церкви Молдовы. Расширенный ипархиальный совет Кишиневской ипархии Молдавской Православной Церкви квалифицировал действия некоторых священников как провокации. Согласно распространенному обращению, совет отметил разъединяющий характер некоторых сообщений, исходящих от институтов, которые должны укреплять общество и способствовать миру и социальному единству. Необоснованные обвинения и призывы Бессарабской митрополии к нашим священникам и верующим выйти из Православной Церкви Молдовы нарушают каноническое и евхаристическое общение, которое митрополия Молдовы имеет как с румынским патриархатом, так и со всеми другими каноническими православными церквями в Молдове. «Мы призываем всех, духовенство и народ, сохранять мир и христианское единство и не допускать скатывания ко всякого рода разделениям, расколам и конфликтам, подпитываемым политически», — говорится в обращении. Наш телеканал позвонил в Бессарабскую митрополию, чтобы узнать мнение руководства этого учреждения по поводу состоявшейся встречи. Ответивший нам человек отказался представиться, не захотел продолжить разговор под запись, но сообщил, что Бессарабскую митрополию эта встреча не интересует, и о ней там не знали.